Сегодня тема, о которой мы будем с вами разговаривать, будет называться «Подростки и время возможностей». Вообще, говоря о подростках, наверное, очень, ну просто невозможно говорить просто «подростки ради подростков». Мы всегда, когда говорим о подростках, наверняка в каждом из вас ассоциация семьи. И вот сегодня я бы хотела говорить о семье, конкретно и о наших драгоценных благословенных подростках. Вообще, когда Господь создавал мир, он имел удивительный план о семье. И я просто верю в его сердце то, что план, который он создавал о семье, это не просто был план, это был шедевр. Взаимоотношения мужа с женой, отца с сыном, матери с дочерью. Это был уникальный шедевр. Но после грехопадения абсолютно все поменялось. И в этом мире мы сегодня видим то, что мы видим. И нам приходится в этом жить, бороться, двигаться и побеждать. Вы знаете, так как мы с мужем долгое время работаем в школе системы образования, я очень люблю общаться со своими слушателями, вот просто как со студентами, как с детьми. Поэтому на мгновение давайте мы представим, что если бы я вам дала просто кусочек бумаги и сказала, давайте нарисуйте каждый из вас картины счастливой семьи. И потом бы собрала. И я думаю, что если бы я собрала потом, я бы увидела очень много интересных общих вещей. Вы согласны с этим? И эти вещи бы говорили о том, как вы конкретно видите счастливую семью. Сейчас у нас будет такое небольшое задание на воображение. Мы этого не делали раньше, но сегодня мы это сделаем. Давайте мы закрываем все глаза. Вы можете опустить голову, чувствуете себя очень свободно, но открытых глаз нет. Я сейчас буду читать, и мы будем воображать то, что я конкретно буду вам зачитывать. Летнее утро, берег океана, яркое летнее солнце. Голубое небо с небольшими белыми облаками, легкий, приятный морской воздух раздувает волосы счастливых детей. На берегу океана, взявшись за руки, стоит семья папа и мама, которые весело смотрят друг на друга. Их дети, подросток лет 14, девочка лет 7 и коляска с новорожденным ребенком. Недалеко от них стоят немолодые мужчина и женщина. Это дедушка и бабушка этого семейства. Их седые волосы говорят о богатом жизненном опыте. Лица их открытые, счастливые. Они улыбаются. Вся картина пропитана атмосферой любви, понимания, взаимного уважения. Терпение. Спасибо. Мы можем открывать глаза. Я думаю, вы уже представили эту картину. А теперь давайте образно мы разобьем эту картину на пазл. Знаете, как вот детки складывают картину с разных пазл. И вот каждый пазл мы можем вытаскивать, потом снова складывать, снова вытаскивать и складывать. Но картина без этого пазла, она будет несовершенной. Если одну или две мы вытащим в этой картине, сегодня это картина счастливой семейной жизни. Вы знаете, кто из вас не мечтает о том, чтобы иметь такую счастливую семью? Дышать легко, жить легко, двигаться легко, любить легко. Все легко, потому что счастье, любовь, взаимопонимание в вашей семье. Но, к сожалению, далеко не так, как мы мечтаем, и далеко не так, как мы хотим. Сегодня мы будем говорить о подростках и о родителях, о взаимоотношениях их с нами. Хочу вам сказать, что сегодня не так уж много среди нас подростков. Больше людей среднего возраста, может быть, постарше. И вы знаете, даже, может быть, это и очень хорошо. Я не знаю наших телевизоров, тех, кто смотрят нас на онлайн-режиме, но в любом случае это важно, потому что сегодня мы будем говорить не только о них. Мы сегодня будем говорить и о каждом из нас, о нас, родителях. И давайте сегодня с вот этой нашей общей картины мы вытащим вот этот пазл, там, где стоит подросток 14 лет. И будем его держать, рассматривать, и что-то вот о нем будем разговаривать. Перед тем, как мы перейдем к следующему слайду, я бы хотела сказать вот что. Вообще картина «Семейная жизнь» настолько обширна, что говорить о чем-то одном просто невозможно. И когда меня братья попросили говорить именно о теме подростков, в моем сердце было очень много мыслей, потому что ты не знаешь, с чего начать. Слишком много всего, что включено в жизнь подростков. И жизнь подростков – это не просто 14 лет, это то, что было до 14 лет, начиная не только с его рождения, а до того намного раньше, когда отец и мать захотели иметь ребенка, и об этом уже у нее был разговор или мечтали об этом. Сегодня мы будем говорить именно о подростках, о родителях и взаимоотношениях вместе с ними. Я сегодня не буду говорить, почему подростковый возраст, он такой сложный, чем он уникальный, чем он очень такой непростой для нас. И когда мы говорим слово «подростки», какое-то подсознательное чувство у нас, знаете, вот там где-то, что будет сейчас. Так вот, сейчас мы начнем говорить именно о подростках. Давайте я вам сейчас зачитаю одно высказывание. Слушайте, пожалуйста, внимательно, и потом мы попробуем понять, о ком это говорится. Следующий слайд. Так вот, удобнее мне читать. Они сегодня обожают роскошь. У них плохие манеры, и нет никого, никакого уважения к авторитетам. Они высказывают неуважение к старшим, склоняются без дела и постоянно сплетничают. Они все время спорят с родителями, они постоянно умешиваются в разговоры и привлекают к себе внимание. Они прожорливы и тиранят учителей. Если бы я задала вопрос, как вы думаете, о ком это высказывание? Ну, вы можете ответить. Следующий слайд вы для себя можете потом проверить. Следующий слайд. Это, оказывается, сказал нам Сократ, народ, который родился в 470 году до нашей эры в греческих Афинах. Оказывается, ничего нового. То, что было под немом раньше, оно и сейчас. Оказывается, они также жили в проблеме с подростками, понимали о том, что это особый интересный народ, которому нужен особый подход. Следующий слайд. Очень многие люди задают многие вопросы. Почему, когда дети подрастают, они перестают любить Бога? Не хотят ходить в церковь? Удаляются от нас, родителей? Почему возникает много трудностей, проблем и непонимания? Как нам, родителям, следует вести себя? Как помочь им в этот период? Много вопросов. И если вы думаете, что я вам сегодня отвечу на все эти вопросы, вы глубоко ошибаетесь. У нас пятеро детей с мужем. Трое из них уже прошли, ну, скажем, возраст подростковый, они имеют свои семьи. Двое из них еще с нами, они в хай-скуле. Поэтому мы переживаем все те же ситуации, может быть, те, ну, я не хочу говорить проблемы, а те, наверное, скажем, трудные моменты, которые могут возникать. Следующий слайд. Я бы хотела сегодня затронуть то, что конкретно в моем духе. Когда мне братья сказали, я буду с вами очень откровенна о том, что я должна готовиться о подростках, я начала конкретно думать в голове, какие самые важные моменты. Какую же дать вот вам, родителям, мне в том числе такую таблетку, ну, скажем, с десятьми правилами, чтобы мы как начали их использовать. Проходит неделя, мы чувствуем, работает. Проходит вторая, еще больше работает. Проходит третья неделя, мы понимаем, все, мы уже на коне. Но оказывается, таких таблеток нет. Но когда я начала молиться о том, какие конкретно моменты я хочу сказать сегодня родителям, я внутри своего духа почувствовала очень сильный дискомфорт. Я даже не понимала, почему. И я спросила, я люблю задавать вопросы Господу, спрашивая Дух Святой, почему, когда я начинаю думать о том, какое слово я должна сказать родителям о подростках, у меня внутри почему-то не идет то слово, которое у меня до этого было так много, и правил, и советы, и как далее, как поступать, и через короткое время я услышала место из Священного Писания, которое было очень четко в моем сердце. И он обратит сердца отцов к детям. Это то, что я услышала в тот момент. Я знаю, что это место есть. Я знаю о том, что оно написано в Ветхом Завете, но я не знала о том, что это написано в книге Малахия, 4 глава, 5 стихи, 5-6 стихи. Что интересно, это заканчивается вся книга Ветхого Завета, и переход к Новому Завету, и Господь говорит, «Вот я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Лично для меня это слово, оно очень необычно тем, что Господь обращает внимание сегодня отцов, мужей, пап, вот этому слову. И он обратит сердца отцов к детям, а потом и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Оказывается, в моем понимании, сегодня первая ступенька, о которой мы будем говорить о воспитании детей и подростков, как раз не о них, а как раз сегодня о нас, взрослых, потому что он сегодня обращается к тебе, Петр, Сергей, Анатолий. Я могу перечислить множество разных имен, к тому, обрати внимание, твое ли сердце сегодня на волне взаимоотношений твоего сердца с твоим сыном, с твоими детьми. И только тогда, когда ты будешь в гармонии с ними, только тогда сердца детей я направлю к тебе. Следующий слайд, пожалуйста. Вы знаете, когда мы живем в семейной нашей жизни, мы хорошо знаем недостатки друг друга. Мы вообще чудесно можем видеть все, что, допустим, мой муж делает неправильно, и что он делает правильно. Он видит достаточно у меня всего правильного, неправильного. Мы очень хорошо можем понимать все недостатки, видеть наших детей, старшего, среднего, меньшего, наших дочерей. Мы хорошо видим недостатки наших близких и друзей, кто находится в нашей семье. И знаете, когда мы хорошо видим? Когда мы это хорошо видим? Когда возле нашего взора нет взора на Христа. Когда мы смотрим через своими глазами, плотскими глазами, мы это все очень хорошо видим. И вот сегодня Господь обращает мой взгляд. Лилия, если ты хочешь, чтобы твоя семья была счастливой, если ты хочешь видеть ту гармонию, о которой ты сейчас говоришь, я хочу, чтобы твой взгляд, он был направлен на меня. И ты видела людей через призму моего величия, моей любви. И тогда многие недостатки, которые ты видишь в них, они уйдут, потому что ты будешь видеть саму себя. Матфея, в седьмой главе мы читаем такие слова. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Знакомые нам места, мы так хорошо их знаем. Или как скажешь брату твоему, «Да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Лицемер. «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Те семьи, которые имеют детей и подростков, хочу вам сказать, это удивительный возраст и возраст больших возможностей. Возможностей не только для подростков, я вообще сегодня их трогать не буду, а возраст подростковый и открытые возможности для нас, родителей. А знаете почему? Удивительно. Потому что именно они, наши дорогие, любимые подростки, как никогда покажут нам те сферы, которые у нас очень слабые. Мы готовы построить всех. Мужа, жену, детей, на работе. Мы готовы сделать все, но только не готовы изменяться сами. А вот подростки, они нам покажут. «Мама, Лиля, я тебе покажу то, что ты еще не знала, что у тебя есть. Как ты будешь реагировать на вот эту ситуацию, на вот эту ситуацию? А тут вот такой-то, может быть, какой-то будет призок». Я потом, «Господи, а как вот этот еще сдать экзамен?» И вы знаете, одно, что я хочу вам сказать сегодня. Хорошая новость в том, что мы должны смотреть на вот этот возраст подростковый с большим позитивом. Не со страхом. 13 лет, 11 лет, 12 лет. И вот мы дрожим, сейчас будет вот такой, когда они будут восставать. А именно с позитивом. Почему? Потому что это возраст возможностей сейчас для родителей. Первая ступенька для нас, родителей. Следующий слайд, пожалуйста. Что же вот именно наши родители, что же наши подростки могут нам сегодня помочь, сказать, показать и сделать? Я вам сегодня не предложу таблетку от всех болезней с правилами, с установками, с рекомендациями. Сегодня я вам просто проведу диагностический тест, который будет именно для родителей. Простите, мои дорогие. Если вы ожидали, что я буду рассказывать о подростках, то как раз сегодня я хочу поговорить именно о нас. Потому что если мы себя приведем в полный порядок и сделаем порядок вот здесь, если наш взгляд будет на Христа, поверьте, тогда все в семье будет становиться лучше. И тогда таблетка чудодейственная, она будет работать лишь только по той причине, потому что мы будем изменяться изнутри. И вот диагностический тест для самого себя. Однажды я задала себе вопрос. Лиля, а почему тебе не нравится подростковый возраст? И я сама себе ответила очень откровенно. Ответьте, ответьте для себя. Почему вам не нравится, особенно те, кто имеет подростков? Потому что они вам покажут ваши слабые стороны характера. Они вам покажут, где вам нужно что-то, чему-то учиться. И учиться, возможно, многому. Вы даже об этом не знали. Оказывается, вот так они умело скажут вам, папа, да у тебя терпения не хватает. Мама, ну, мама, а что ты на меня кричишь? И вот так в этом тесте диагностическом мы себя можем увидеть, что в нашей жизни есть много разных идолов. И это нам помогут сделать наши дорогие подростки. Так вот, их много. Вы скажете, так мы дети Божьи, мы христиане, да? Но у нас их много. И поэтому сегодня пусть каждый из вас будет делать свою диагностику внутри своего сердца. И я прошу Духа Святого, чтобы он сегодня касался и показывал тебе, Отец, что, возможно, он хочет поменять в твоем сердце лично. Показал тебе сегодня, Мать, что именно ты, возможно, делаешь неправильно. И вот, первый идол в нашей жизни – это наш характер. Вы знаете, первая реакция наша на любые ситуации – это тишина, спокойствие, любовь. Да? Или когда мы чем-то недовольны, мы начинаем кричать, крик, раздражение, гнев, ярость, злоречие, сквернословие. Вы знаете, когда я прочитываю вот эти все грехи, мне порой кажется, что это часто бывает в тех семьях, где, скажем, подросток и отец не понимают друг друга, или мать и отец не понимают друг друга. И вот тогда вот это наш характер проявляется очень сильно. Мы начинаем кричать, мы начинаем что-то доказывать, мы начинаем просто выходить из себя. Почему? Да потому что нам не нравится то, что нам говорят наши дети. Мы с этим абсолютно не согласны. Хочу вам сказать о том, что работа над нашим характером – это самая неприятная работа. И христиане, мы такие вот шелковые, вот здесь на собрании сидим, такие красивенькие, все пушистые, приходим домой, да снимите наши маски. Дети нас порой видят другими дома, когда мы находимся. Они говорят, мама, ты не такая, как была в собрании. Папа, ты не такой, как был там. И эти начинают видеть наше фарисейство, что мы крутим, что мы снимаем маски. И вы знаете, как раз сегодня Дух Святой призывает нас, нас, родителей, не надо сейчас переживать за них. Посмотри, приведи свою жизнь в порядок, измени свой характер. Потому что именно характер, плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие – это черты нашего характера. Вы знаете, вот есть такая как бы четыре вида темперамента. Есть люди-холерики, сангвиники, меланхолики. И вот люди говорят, да я не могу поменять себя, и оправдывают себя. Ну вот я такой, я вот такой, вот я горячий. Значит, у тебя вид и темперамент – ахолерик. Но характер у тебя необузданный. И надо называть имена своими именами. Если ты очень спокойный, тихий, да, меланхолик, флегматик – это с категории тех более спокойных, но ты тоже можешь раздражаться. Я сейчас говорю о неотипе нашего, именно о характере нашем, о том, как мы должны изменять свой характер к лучшему. Вы знаете, это очень некомфортно, это очень неудобно, это очень заставляет нас всегда изменяться. Однажды Наполеон сказал так, «Я победил весь мир, но себя победить не смог». Так вот сегодня, мои дорогие родители, если сегодня ты откладываешь сторону и оправдываешь свой крик, злоречие и разного рода такие поступки тем, что у тебя такой характер, я думаю, это время склониться перед Христом и сказать «Господь». С таким характером, я думаю, что нас в небо не примет, потому что ему нужен характер Христов, который будет обновленный в подобии и образа Иисуса Христа. Поэтому мой призыв – обновляйте и очищайте ваш характер. Обращайте внимание на то, что вылазит конкретно тогда, когда наши подростки нажимают нас с одной, с другой, с третьей стороны. Следующий слайд, пожалуйста. Идолы в нашей жизни – это идол комфорта. Почему нам не нравится, когда подростки живут вместе с нами? Потому что они могут забирать наш комфорт, к которому мы уже давно привыкли. Мы любим планировать свой день, свою неделю, свое расписание. Мы знаем о том, что приходит, допустим, суббота, воскресенье, я могу отдохнуть, я могу пообщаться, поехать, куда я хочу, на океан, допустим, пообщаться с друзьями там для женщин, матерей, посидеть, попить кофе, почитать любимую книгу, пойти на массаж, пойти там, допустим, на шаппинг. Мужчины вообще привязаны порой бывает к разным передачам. Благо, если это, скажем, христианские передачи, а возможно, это какие-то фильмы с попкорном. И вот наши подростки, дорогие, любимые, начинают нас тормошить. И они нам дают свое расписание. И они говорят, папа, мама, мне нужно туда, мне нужно сюда, вот в тот день, пожалуйста, забери меня оттуда, и мы начинаем нервничать. Потому что тот комфорт, к которому мы привыкли, они забирают от нас. Мы действительно привыкли о том, что мы вырастили детей. Когда они были маленькие, все было понятно и ясно. Вот мы там коляска, не досыпаем, не доедаем, оттуда вырастают, кажется, поживи спокойно, и нету спокойной жизни. Потому что вот этот идолочек, который у нас есть, это идол комфорта, они забирают с нашей жизни. Один пример. Допустим, в нашей семье дети росли, и каждый, вы помните, как и в каждой семье, хочется и попугая, и свинку, и собаку, и кота, ну, как всегда. И мы, как родители, всегда, ну, кто так реагирует на это? И вот однажды, когда уже старшие наши выросли, мне муж предлагает сделать, значит, чтобы собаку завести. И это Кристина, моя дочь. Мамочка, пожалуйста, собаку в дом, собаку. Это так классно и так хорошо. Но так как у нас уже собака была раньше, и я знаю, что значит собака в доме, это вызывает мой дискомфорт абсолютный, потому что это больше заботы и всего другого. Но так как она последняя, один момент, который он сказал, говорит, мне сказал мой муж, говорит, знаешь, Лиля, одно хочу, чтобы они заботились о ком-то. Это будет воспитывать их вот в этом духе, именно заботы о ком-то, меньших уже нет. И вот тогда я в таких размышлениях, это нарушит мой комфорт, нет, я не хочу, я не буду. И я в таких, знаете, страданиях женских, борюсь. И вот однажды утром я решила спросить у Господа, Господи, вообще, как ты вот смотришь, чтобы вот в нашей семье завести собаку? Вот. И задала вопрос, и внутри моего духа я услышала, смирись. Это бывает приятно для нас, женщин, когда вот мы там уже все расставили на свои полки, знаем, конечно же, нет. В тот момент я сказала, Господь, прости меня, что я не послушала моего мужа. И так долго они меня уговаривали. И мы купили эту собаку. У нас это собака Тоби. Это она сейчас любимый питомец в доме. Я не хочу сказать, что это так все весело и легко, но в любом случае это много помогает нашим детям заботиться конкретно о животных. Какой-то ответственности вызывает их, и в любом случае я вижу в этом большую ценность. Следующий слайд. Какой же еще может быть идол у нас? Это идол почтения, благодарности и авторитета. Вообще нормально, когда дети благодарят своих родителей. Это нормально, когда дети говорят, папа, спасибо за то, что ты мне делаешь. Мама, спасибо за то, что ты мне покупаешь. Конечно же, нормально. И когда они маленькие, мы должны об этом заботиться. Мы должны это взращивать их. Мы должны об этом помнить о том, что они, мы должны их взращивать в благодарности. Но вот приходит период, тогда, когда они как раз могут быть совсем неблагодарны. И мы, как родители, начинаем рассказывать о том, что мы сделали в их жизни. И мы начинаем им показывать о том, что я, я тебе купил то-то, я сделал то-то, я тут работаю с утра до ночи. Ради того, чтобы тебе было хорошо, почему же ты такой неблагодарный? Вы знаете, у нас как поток выливается вот это все, что мы сделали для них. А до них как будто вот не доходит. И бывает период, когда действительно им в тот момент не доходит. Оставьте их в покое. Мои дорогие родители, верьте, придет время. Они вспомнят все, что вы покупали. Они вспомнят все, что вы делали. Они вспомнят все, как вы молились, благословляли, и что вы делали для них. Но в этот период не говорите им, не вспоминайте им, не напоминайте им. Вы знаете, как часто бывает, мы боимся за наш авторитет. Подростки, они такие удивительные люди. Это возраст возможностей невероятных. То, что там творится у них в голове, в душе и в теле, это вообще очень большая планета, неизвестность. Это как инопланетяне, которые приходят к нам, и мы должны узнать, чем они живут, что они хотят, чем они интересуются и много всего. И вот авторитет. Я вспоминаю однажды, звонит ко мне учительница русского языка и говорит, миссис Сорока, я хочу с вами поговорить. Я сейчас не буду называть имена конкретно того ребенка, с кем это было. Я говорю, да, что-то случилось. Да, мне нужно с вами поговорить. И вот она рассказывает о том, что мой ребенок не сделал домашнюю работу по русскому языку. И она говорит, я не знаю, ребенок начал вести себя немножко вызывающе, как-то начал огрызаться и все остальное. Я стою, я думаю, господи, мы с мужем являемся фаундером этой школы, так неприятно. Это так подкашивает наш авторитет, это так некрасиво. Вы знаете, я пришла домой, я начала молиться, говорить, Господь, что меня беспокоит в этой ситуации больше всего. Я поняла, мне неприятно, что мой авторитет колебается, мой авторитет подмывается. Мне это было неприятно. Хочу вам сказать, что мы на сегодняшний момент, давайте мы забудем о том, чтобы ждать, что наши подростки будут вот так нам кланяться, говорить спасибо, спасибо. О том, что они будут нас так почитать, от а до я. Давайте мы забудем. Оставим их просто в состоянии покоя. Учить нужно, воспитывать нужно. Но не вынуждайте их это делать насильно. Следующий слайд. Идол власти. Я вам хочу сказать о том, что это очень сильный, наверное, идол, который существует в многих наших славянских семьях. Мне приходилось много видеть покалеченных жизнью подростков, детей, которые просто от власти отца или матери просто боятся. И они не хотят возвращаться в семью. Все напоминание о семье – это у них просто страх и ужас. Хочу вам сказать о том, что Господь – это любимый, это удивительный наш Творец. Он хочет, чтобы мы с Ним имели очень тесные отношения. Он будет учить каждого из нас. Как сделать так, чтобы мы были не просто властелинами, а мы были любящими родителями? Приведу один пример. Я вот там нарисовала женщину с кулаком. Но это, наверное, была я. Когда у меня была ситуация, когда родился четвертый ребенок в нашей семье, мы уже много чего знаем. Мы уже много как понимаем. Мы уже знаем, где как правильно поступить, где как что детям сказать, как они должны делать во всех ситуациях. И вот ситуация, рождается четвертый ребенок, и примерно шести месяцев вот мой ребенок подходит и всегда говорит утром «Ам-ам». Но у нас же есть правило, что мы должны вначале помолиться, а потом только идти и кушать. И вот я начинаю рассказывать своему ребенку о том, что нет, все наши трое стоят вот в кругу. Четвертому я говорю «Нет, мы должны помолиться, после этого будет только «Ам-ам». Но, оказывается, Господь хотел показать мне, насколько я очень властная, напористая, и в то же время научить меня тогда, когда мы обращаемся к Нему. И вот примерно проходит месяца три вот такое просто борение. И однажды я уже сдала, сказала детям «Кушайте». Взяла своего, значит, четвертого ребенка и пошла просто молиться. И мне было так нехорошо на душе. Я думала, почему не работает мое правило? То, которое я знаю, что должно работать всегда. Со всеми моими детьми оно работало. Почему не работает именно с ним? И когда я начала молиться, я сказала «Господь, что я делаю не так? Скажи мне». И в этот момент я услышала внутри моего духа очень четкое такое, именно как сообщение. «Вспомни таблицу, которую ты учила в Киеве». Какую таблицу? Ничего не помню. И потом в тот момент у меня просто перед глазами встает треугольник. Я вспоминаю учителя, который учил. Прежде чем рассказать людям о Боге, о Его любви, вы должны пройти все этапы. Первый этап – это его физиология, его физические нужды. Говорит, если вы будете проповедовать людям бездомным, тем, которые не кушали, которые раздетые, говорить о Христе, они вас не поймут. Говорит, дайте им все, что необходимо, накормите их, приголупьте их, и только тогда говорите о Христе. Вы знаете, это слово для меня было очень четким. Я поняла все, я сказала, «Господь, прости меня, что я была настолько властная в своих правилах, в своих пониманиях, в своих отношениях». На второй день я приготовила кушанье. И когда заходил мой четвертый сын, он только идет говорить «ам-ам», я говорю «все накрыто». И он садится, и они сели все за стол и начали кушать. И что удивительно, после этого, когда он быстро покушал, он побежал, просто пал на колени и головой вот так бился, как вот мы молились, знаете, вот наша молитва. Хочу вам сказать, мы имеем орудие удивительное, это орудие взаимоотношений с нашим отцом. Ситуаций жизненных будет очень много. Отцы, не нужно, чтобы вашу власть чувствовали дети. Вы знаете, есть такое место в Священном Писании о том, что именно отроки, они познали отца, а отцы познали сущего. Хочу вам сказать, только тогда отцы познают сердце всемогущего отца, тогда, когда вы, как отцы, покажете им свою любовь. Почему многие подростки, они уходят в мир, они не видят этой отцовской любви божественной через своих родителей, через своих отца или мать. Хочу вам сказать о том, что мы имеем один очень серьезный ключ. Ключ — это покаяние, прощение. В нашей ситуации было много разных моментов, когда разговор накалялся, когда, допустим, мы не понимали друг друга, и в тот момент очень важно просто оставить. Если ты в тот момент не можешь посчитать до 20, просто уйди в комнату. У меня есть правило. Посчитать до 20. Если не помогает, посчитай до 30. Бывает, когда вот идет перепалка, знаете, ты одно, а он другое, ты одно, а он другое. Потом я себя вспоминаю, так считаю до 20. А потом скажу снова, смотрю, перепалка продолжается. Я считаю еще больше. И потом понимаю, что сейчас нужно вообще просто ничего не говорить. И приходит момент, когда ты приходишь в состояние покоя и начинаешь по-другому оценивать и говорить, Господь, что я сделала не так? Где, возможно, я надломил вот эти отношения? Где, возможно, я сказал что-то не в том тоне? Возможно, правильные вещи, но не в том тоне. И Дух Святой Он подскажет вам. Он очень просто скажет. Лиля, ты сказала правильно, но ты сказала не в любви. Я тогда подхожу или к дочери, или к сыну, говорю на второй день. Я говорю, прости меня. Просто прости. Я вчера сказала, да, а я переживаю, я люблю тебя. Я очень хочу, чтобы ты был счастливой или ты была счастливой в своей жизни. И вот это то, что я говорю, это мое материнское сердце или сердце отца. Прости, что вчера у нас разговор не получился. И вы знаете, процентов 90 все наши конфликты решаются именно вот таким путем. путем смирения, путем моего прощения и моего покаяния. Поэтому, братья, отцы, священники в доме, у вас особая честь, у вас особое звание показать любовь всемогущего отца вашим подросткам. Если вы этого не делаете, я просто сегодня призываю, задумайтесь над этим. Есть время к тому, чтобы изменяться, пока еще дыхание есть в наших ноздрях. Следующий. Следующий слайд, пожалуйста. Идолы в нашей жизни – это наши безумно любимые дети. Хочу вам сказать, что бывает и такое. Можем мы любить настолько детей, что они становятся идолом в нашей жизни, что мы ничего не слышим, что они говорят. Мы ничего не видим плохого, что они делают. Мы просто им поклоняемся. Они затмили Христа от нашего вида. Дети, дети, дети. Один пример из школьной жизни. У нас распродажа была книг, и было привезено очень много разных книг в школу. И вот дети по классам приходили, они могли покупать разные призы. И вот один мальчик, скажем, аккуратно украл книгу, он запрятал под свою худис. И потом мы увидели по видеокамерам, вызываем маму и говорим, мама, ваш сын украл книгу, вот именно с библиотеки, когда была распродажа. И мама говорит, это неправда. Вы обманываете? Мой сын этого никогда сделать не может. Это удивительный ребенок. Я говорю, мы не против, что это ребенок удивительный, но он это сделал. И когда мы показали именно то, что было заснято по видеокамере, она сказала, вы это все подделали. Вы знаете, эта мама ушла. Мне было больно смотреть на эту маму, потому что я поняла, что она может потерять своего сына из-за такой безмерной любви. Когда все, что стоит перед нашим взором, разделяя меня и Христа, это может быть пагубно в жизни моей или моих детей. Следующий. Идолы в нашей жизни – это грехи наши. Вы знаете, сегодня мы живем в такое время, когда вообще слово «христианство», оно очень расплывчатое. И мы понимаем, что христиане – это должен быть такой народ святой, взятый в удел, все правильно и все чисто, не должно быть никаких недостатков или каких-то идолов, но на самом деле в практической жизни по-другому. У нас может быть много разных идолов. Сегодня я только положила часть из них. Я бы хотела, чтобы каждый из вас посмотрел сегодня, но, наверное, больше спросил просто Господа внутри себя, Дух Святой. Что в моей жизни сегодня ты хочешь изменить к лучшему? Что сегодня ты хочешь поменять в моем сердце, чтобы отношения мои с моими детьми улучшились? Он говорит, что я хочу обратить сердце отцов к детям, и только тогда дети обратятся лицом к их отцам. Но идолы, они мешают, мешают нам нашей жизни. Они разделяют нас, они забирают все наше внимание, нашу любовь и заботу. Это может быть алкоголь, это может быть сигареты, это может быть порнография и множество разных фильмов, журналов, которых с этим связано. Вы скажете, Лиля, о чем ты говоришь? Да, к сожалению, это так. Это могут быть финансы, это могут быть деньги, это может быть работа, даже твоя любимая, которая забирает все, у тебя нет времени, ни для семьи, ни для детей, ни для кого из них. Это, возможно, могут быть материальные твои ценности. Это одежда, дом и все остальное. Я бы хотела сказать вам то, что сработает с подростками, но я хочу сказать, что без этой основательной платформы мы не сможем двигаться вперед. Мы не сможем говорить о том, что потом нужно нам делать, как родителям, которые не имеют идолов, имеют любовь к своим детям, имеют любовь к Господу. Пожалуйста, последний слайд, если можно. Пересмотрите свою жизнь. Покаяние и прощение – это ключи к восстановлению ваших взаимоотношений с вашими детьми, с вашими подростками, с вашей женой, женой с мужем. Вы знаете, возможно, кто-то есть из вас, кто скажет сегодня в своем сердце, я не имею этих идолов, я стараюсь сделать все, что могу, я ищу Господа, я ищу Его любви. Я знаю о том, что Он мне непременно поможет, но что-то не получилось в воспитании, возможно, одного ребенка. Мне однажды подходили женщины, которые говорили, у меня много детей, но не получился один. Почему-то жизнь пошла под откос одно, другое, третье. Я вам хочу сказать, у меня просто есть слово утешение для таких женщин и отцов. Был период, когда мы открывали школу, я очень много пекла, потому что мы просто тогда продавали все и выживали как могли. И вот тогда, я думаю, те, кто знает нас раньше, я пекла много пирогов, которые с маком, дрожжевые пироги. И вот однажды пришла ко мне женщина, я заказала пирог. И она сказала, Лиля, так хочу, чтобы ты сделал побольше мака, потому что мак очень люблю. И она говорит, у меня будут гости, я хочу, чтобы был пирог вкусный, красивый. И вот я выпекаю этот пирог. Вы знаете, это было у меня все по весу. Значит, там мака по весу, значит, тесто по весу, все, температура выдержана. И вот я выпекаю этот пирог. Он большой, такой красивый, лежит, знаете, и вот надувается, вот тесто подходит, подходит, подходит. И я думаю, Боже, какая прелесть. И потом я отошла на несколько минут, возвращаюсь и вижу, что посередине мой пирог вот так просто разорван. Он просто вот от мака вот так, знаете, располз. И я стою, и у меня такое внутреннее огорчение, думаю, ну, так хотела, чтобы это было красивым. И я потом думаю, Господи, ну, надо же, так жалко. И в тот момент, в тот момент я услышала внутри моего духа, вот так бывает и в жизни человека. Вопрос воспитания, это как приготовление вот этих дрожжевых пирогов. Ты можешь делать и стараться все делать наилучшим образом, но в какой-то момент ты видишь, что что-то не получилось. Не отчаивайся. Я держу все под своим контролем. Я Господин, я Владыка, и я твой Отец. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, если что-то не получилось в нашей жизни, мы доверяем нашему Отцу. То есть у Него есть какой-то, возможно, план, о котором мы не знаем. Мы не понимаем, и у нас есть боль и огорчение. Но сегодня Господь хочет сказать каждому из нас. Это Псалом 84,9. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут они снова в безрассудство. Мир вам, благословений во имя Иисуса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!